Субтитры делал DimaTorzok Если там телевизор смотрела, я сразу выключала, да? Мне это неинтересно, мне это не надо Ну, я помнила тетеньку, которая приходила к нам и говорила Вот, вот эта страшная молекула И мы на нее так смотрели, думали, ну нам-то и зачем вот это рассказывать Вот мы-то, что мы, что у нас с венами что-то не так Что ты нам это рассказываешь? Не было интереса к теме Очень тяжело было пережить это Очень трудно было понять, как это могло случиться со мной То, что это не может быть, я не верю в это Я с виду здоровый человек И, следовательно, я прошла еще раз тестирование А потом еще раз тестирование И когда это все подтверждалось и подтверждалось И вот тогда я сильно упала духом В тот момент у меня был шок Шоковое состояние Я полчаса не могла ничего не говорить И у меня, и у ребенка Это у меня было все Я думала, все Не будет у меня завтра Не будет послезавтра Не будет ничего Наверное, такое не забывается Это когда Ну, во-первых, да, такое ощущение Так, нет, не со мной Не могло со мной такое произойти Я же все предусмотрела Я же все знала И все, в принципе, понимаю Как? Я, наверное, два часа сидела и плакала Просто прям взявшись за голову Я помню, этот линолеум Который прям в фильмах показывает Как слезы капают И я прям вот этот момент тоже четко помню Как я сидела, плакала У меня слезы капали Вот на этот линолеум Стало страшно Стало страшно Потому что было ощущение Что я такая молодая Такая зеленая Огромное количество вещей Которые я хочу еще успеть А времени нет И ощущение, что смерть, да, где-то близко Силу характера, спокойности Я уже в начале Когда узнала о своем статусе Я не стала поднимать истерику, бунт Я просто поняла Что это испытание от Аллаха Что он меня испытывает Я должна себя вести достойно Процесс принятия своего заболевания Принятие вот этого статуса Он проходит в несколько этапов Каждый из этих этапов у разных людей Проходит по-разному Кто-то в отрицании может несколько лет находиться Кто-то достаточно быстро пройдет этот этап И без поддержки Без поддержки близких Без поддержки специалистов Человек может дольше находиться в этом этапе И если нет вот этого принятия заболевания Человек сопротивляется лечению Человек сопротивляется диспансеризации Наблюдению за своим здоровьем и так далее Это приводит к сложностям с его здоровьем И ухудшению состояния Вот поэтому мы стараемся помогать Двигать человека по вот этим вот этапам Принятия диагноза И привести его к принятию Да, то что да, у меня есть ВИЧ И мне надо просто научиться с этим жить Я очень боялась говорить Возможно, где-то в течение семи лет Я проходила этапы Когда мне нужно было внутри себя Принять свой статус полностью И я могу открыто об этом говорить Не боясь, что меня кто-то отвергнет Что меня кто-то обидит Потому что это для меня уже не играет такой роли Потому что я знаю все ответы на свои вопросы Свой статус я приняла, наверное, год назад Полностью Потому что каждый раз Когда у меня спрашивают насчет ВИЧ Как я заразилась Что происходило в начале этапа В моей жизни после ВИЧ Всегда у меня внутренне поднимались эмоции Негативные, наверное, все-таки Воспоминания Что были дискриминации Что я без семьи сейчас живу Если честно, я забываю, что я вот такая Я женщина со статусом Я это всегда забываю Потому что у меня такая проблема Что я про себя всегда забываю Я не знаю, на каком я шаге принятие статуса сейчас Я вообще такой человек Самыми сложными, мне кажется, в моей жизни Были две недели, пока выясняли Есть у меня статус или нет Вот это ощущение, когда ты ждешь А вдруг скажут, что нет Вот оно настолько Ух, какое неприятное Что мне просто осознать проще, что есть И все, и нормально И жить с этим дальше Со всеми ограничениями, неограничениями, которые есть В то время, как мне поставили диагноз Я начала Прям, да, не смогла справиться Это было вот моим таким слабым, наверное, моментом в моей жизни Я начала употреблять наркотики Это вот продолжалось на протяжении трех лет И, ну, прям У меня какой-то уход от себя От жизни, от проблем Ну, не видела решения выхода из этого Из этой ситуации Как-то для меня это прямо было страшно Нужна консультация специалистов Консультация психолога Консультация равноконсультированная Посещение группы взаимопомощи Поддержка родных и близких Потому что это играет важную роль Когда женщина может поделиться своим горем с кем-то Своим проблемам Потому что для человека, который первый раз Узнает о своем ВИЧ-статусе Для него всем известно Что вокруг ВИЧ-инфекции какие мифы идут И для него это большая горя И большая потеря Если она или он не получает Должную поддержку Человек может идти на суицию Человек может идти на любое дело Чтобы успокоить себя Или уничтожить себя Кто такая женщина в Центральной Азии сегодня? Это женщина, которая, с одной стороны, вроде бы На законодательном уровне защищена государством С другой стороны, она все-таки не наделена теми ресурсами Которые бы позволили ей защитить себя до конца Проявить, в общем-то, и реализовать свой потенциал Который у нее есть и заложен Выходя замуж Каждая девушка мечтает о самом лучшем Наверное, о самом хорошем в жизни Мы всегда думаем, что старше нас больше знают Я им папе сказала Папа, вы сами знаете Кого хотите, того И на того я выйду замуж Я тоже думала, что вот буду такая счастливая Такая жизнерадостная Буду в жизни все иметь А получилось у меня все наоборот Я начала совместную жизнь Я сразу забеременела Я родила сына Я кормила грудью ее До 10 месяцев у меня все Ну, мы лежали по всех больницах Ему было все хуже и хуже Вот И сама какая-то была так Мне было вот плохо День за днем, да Вот Мы пошли, сдали анализы Я по лицу все узнала Что да, вот вышло оно все И у тебя, у твоего ребенка статус Мы с мужем поругались Как я узнала про статус Оказывается, он был тоже ВИЧ-инфиксированный Он стоял на учетах, но без таблетки Я не видела, как он пьет таблетки А то бы я задавала вопросы Ну, узнала бы Он от нас это скрывал Дело в том, что женщины, которые живут с ВИЧ-спит И в семье Они подвергаются многократной дискриминации Ну, во-первых Как бы она не получила свой статус Она в любом случае виновата Через мужа, через кровь Через инъекции Все равно она виновата И это ментальность И пока она виновата Она заботится о муже, о детях О всех на свете И у нее нет времени Заботиться о своем здоровье Очень часто просто забывают И считают, что Ну, раз уж Получилась такая ситуация Я с ним потушить, я с ним умру Я сказала Я больше с тобой жить не буду Ты вот так, зная вот это Ты портил мне жизнь Не только мне, но и ребенка Он сказал А ты сама больная И родила больного ребенка Они обвинили меня Ты где-то вот по больницам Не знаю, ты что сделала Что вот ребенка такого больного сделала Я сказала, хорошо Вот больной ребенок Мой, не твой Я сама буду вот За ним смотреть Ну, все сама сделаю Ты живи своей жизнью Так он нас бросил Семья мужа отвернулись от нас Они не хотели знать Как мы живые Не живые Не хотели ничего про нас знать И я ходила со своими проблемами Вот Как узнала, что он у меня еще инвалид Вот иногда так хотелось, чтобы вот Не жить Просто не жить Не видеть, не страдать Ничего Бывали такие моменты Что я хотела себя повесить Самый страшный случай дискриминации Самый запоминающийся У меня был самым первым раскрытием моего статуса Я сказала своему молодому человеку О том, что у меня ВИЧ У нас завязались какие-то такие близкие отношения А потом до него вдруг начало доходить Что такое ВИЧ И какие могут быть последствия И все остальное Хотя мы предохранялись Все было в рамках того, что нужно Но он начал вымещать на мне Какие-то непонятную свою агрессию И так далее Он начал рассказывать, кому не нужно Где не нужно Бабушкам у подъезда И так далее Что я ВИЧ-инфицированная шлюха Причем вплоть доходило до того Что он закрывал меня где-то в комнате Не давал мне выйти И какими-то нападками Пытался показать мне Что я ниже, чем я есть И там, ну, не знаю Какие-то гадости мне говорил И так далее Думаю, блин Ну вот Ну не все же будут так относиться Но даже если будут все так относиться Ну когда-то же найдется человек Который примет меня Вот такой вот несчастный Бракованный Очень было это тяжело и больно Тяжело особенно потому, что Первый случай раскрытия статуса Когда о моем статусе стало известно мне Прежде всего это стало известно Всем моим сотрудникам И это сначала не мне сказали об этом А сначала сказали моему начальству Нашим коллегам Нашим сотрудникам Со мной никто не хотел садиться за один стул Никто не хотел здороваться Мне очень тяжелую психологическую обстановку создали На работе Что я не хотела на работу ходить Мне было страшно даже предъявлять Какие-то вот претензии Да И я просто не знала свои права Я даже не знала О том, что я могу предъявлять Да Претензии по поводу разглашения моего статуса Это начинает распространяться Ну не врачами, конечно Средними персоналом Акушерками, медсестрами Среди друг друга Вот посмотрите Вот эта вот женщина у нас ВИЧ-инфицированная Стоит на учете Все сбегаются Посмотреть на нее Как в зоопарке на обезьянку Естественно Этой женщине опять же неприятно А это опять же говорит о стигме и дискриминации Доходило до того Что при госпитализации В медучреждениях Меня ложили в отдельную палату И туда поочередно заглядывали врачи Потому что по больнице прошел слух Что в палате В отделении ВИЧ-инфицированная Этот шепот Я шла по коридору Я наверное его никогда уже сколько лет прошло Никогда не забуду Она ВИЧ-инфицированная Она у нее спит У меня часто было Когда я с людьми начинал разговаривать По поводу того Какие права имеют люди Живущие с ВИЧ И так ужасно слышать Особенно от медиков эти вещи То есть те люди Которые в принципе Более просвещены на эту тему И они говорят Вот такие фразы Я прям запомнила эти фразы У мамы когда на ранних сроках ставят у ребенка ДЦП Она же не имеет право сделать аборт Почему ВИЧ-положительные женщины не делают аборт? Или А как потом ребенку жить с такой ВИЧ-положительной мамой? Ну то есть вот эти вещи Которые врезаются прям в голову И ты стоишь и думаешь Блин, а у меня вот это восьмилетнее чудо То уже выросло А как бы я без нее жила Если бы я встретилась на тот момент Не с моим медиком Не с моим гинекологом И врачом в спеццентре адекватном Который все это действительно помог мне Которым я безумно благодарна А вот с таким врачом Ну И я знаю многих девочек Которые сталкивались Я знаю девочек, которые делали аборты Я знаю девочкам, которым сообщали Диагноз по телефону Из гинекологии Когда звонили ВИЧ-положительный диагноз Аборт делать будем На самом деле волосы начинают шевелиться на голове От того, что, блин, думаешь Это страшно на самом деле И это может повлечь за собой Очень-таки серьезные последствия Особенно, если это первая беременность Женщины сталкиваются с дискриминацией В медицинских учреждениях Отказывают в медицинских услугах Или как-то проявляют В общем, какое-то негативное отношение И так далее Я уверен в том, что Одна из причин Такого поведения Со стороны Медицинских работников Это собственная неуверенность Я знаю много уверенных Знающих себе цену женщин Несмотря на ВИЧ-статус Которые приходили в медицинское учреждение Говорили о своем статусе И ни у одного медицинского работника Врача или медсестры Даже не возникало мысли Сказать ей Я не могу воспринять Или что-то еще Потому что женщина вела себя уверенно И четко знала Что ей нужно Зачем она пришла И почему И что она имеет право Получить эту помощь И вот этот внутренний посыл Он передается другому человеку Я прям специально пошла В больницу В поликлинику И попросила убрать Карточку Красную полосу У нас был такой большой спор Врач мне сначала сказала Ну, вы идите Мы потом уберем Я говорю Нет, при мне уберите Пожалуйста Потому что Ну, понимаю Что это опять положится И ничего не сделается Я отстояла Своего права Это первым моим Таким успехом было Чтобы не разглашали Мой статус Там, где я не хочу Чтобы это видели Не все Раскрывают внутри семьи Свой ВИЧ-статус То есть Муж с женой Могут знать А родственникам Как правило Стараются не говорить Потому что Восприниматься Это все очень Болезненно И так как народ Не очень хорошо знает Как распространяется ВИЧ Когда раскрывается статус То тоже по разному Общество относится К мужчинам И к женщинам К мужчинам Ну, подумаешь Бывает всякое А к женщине Сразу же Приклеиваются И ярлыки Стараются Избавиться От общения Избавиться От детей От детей Которые имеют Либо Сами имеют Статус ВИЧ-статус Либо Раскрывается Тайна родительского Статуса И все это Естественно На плечах Женщины То есть Женщина должна Как-то Решить эти проблемы Через Некоторое время Я начала Замечать Что Свекровька Больше Начала Возникать Когда я Режусь Ножом Готовлю ужин Случайно Что-то порежу У нее Поднимается Истерика Раньше Она на такие вещи Не обращала Внимания Рядом Жила Золовка Она приезжала Ну Постоянно Была у нас Дома Уже Реже Начала Приходить Домой Началась Ну Однажды Она спросила У меня Не заразит ли Мой сын Их дочерей Со стороны Свекровки Я чувствовала Давку Вот эта Психологическая Давка Начала Меня просто Убивать Изнутри Потому что Я смотря на нее Начала Чувствовать Что я Какой-то Изгой Или я Какой-то Больной Человек На самом деле Я себя Такого Не считала Я сейчас Понимаю Что они Боялись И больше За своего сына Потому что Они явно Понимают Что через Половый путь ВИЧ-инфекция Передается И они Больше У них был Страх Что их Сын Заразится От меня Поэтому Наверное И Внутренне Как-то Ненавидели Меня И в результате Наша Семья Расыпалась Когда Мне сказали В спеццентре О том Что у меня ВИЧ-инфекция Через какое-то Время У меня Узнала Мама Об этом Придя Домой Я Обнаружила Что у меня Уже Стоит Отдельная Тарелочка Отдельный Стаканчик Ложка Вилка Все Предметы Которые Необходимы Для еды Маленькая Ложечка Для чая Отдельное Постельное Белье Отдельное Полотенце Какое-то Время Мне мама Запрещала К ребенку Целовать Ребенка Спать Ложиться С ней Тяжеловато Было В этом Моменте Наверное Выручила Меня Моя Родная Тетя Мамина Сестра Не знаю Почему Но Как-то Она Может Больше Слышала Об этом Или Как-то Видела В разговоре С мамой Убедила Что это Не все Так страшно У меня Нет Самостигмы То есть Я себя Считаю Ничем Не отличаюсь От других Женщин Которые Живут На планете И Со стороны Общества Я не вижу Стигмы Только Наверное Потому Что У меня Нет Внутренней Самостигмы Я и Сама Себя Не ограничила Ни в чем Они приходят Делают Виноватое лицо Готовы Выслушать Какие они Нехорошие Или готовы Не получить Услугу И это Неправильное Отношение Именно К Системе Сервиса Они Они не считают Что Они считают Что Если Врач Захочет То Он Ее Окажет Это Неправильно И поэтому Если бы У нас Было Какое-то Образование Если Иметь в виду Гендерные Аспекты Очень важно Это Гендерное Образование О том Что Женщина Имеет Право О том Что Женщина На равных С Мужчиной О том Что Если Ее Обидели То Она Может Отстоять Свои права Наверное Большинство Считает Что Раскрытие Статуса Что Это Стоит Это Очень Легко На самом Деле Это Нелегко То Взять И Сказать Всему Миру Что У тебя Какое-то Заболевание Во-первых Решила Что Я Не буду Скрывать И Скрываться Ни От Кого Обществу Нужно Рассказывать И Показывать Что ВИЧ Это Не приговор И ВИЧ Инфицированные Люди Это Не Изгои Общества Если Все ВИЧ Инфицированные Мгновенно Открыли Свой Статус В один День И Народ Увидел Сколько Нас ВИЧ Инфицированных Это Тысяча Людей По Всему Миру Это Миллионы Людей И Отношение Бы Поменялось И Сейчас На данный Момент То Что Я Даже Сейчас Не могу Открыть У меня Дочка 12 лет Подросток Этот Процент Страха То Что Тебя Оттолкнут Он Всегда Есть Я Боялась Что Мои Сокурсницы Об этом Узнают Я Боялась Что Об этом Узнают На Работе Мне Было Бо Неприятно Если Об Этому Узнали На Работе Вот И Я Скрывала Эти Вещи Я Не Из Тех Людей Которые Ходят И Всем Говорят Смысла В этом Не Вижу Я Вижу Большой Смысл В том Что Сказать Это В нужный Момент И Сказать Тому Человеку Которому Это Необходимо И Что-то Изменится Из-за Это Врачи Рассказали Мне О том Как Я Могу Родить Здорового Ребенка Я Родила Дочку Открыто Говорить О том Что Я Вечь Положительная Единственный Момент Который Меня А то Как они Отнесутся К ней То Ее Могут Обидеть Вот Кроме Моей Семьи Семьи Мужа Никто Не знает Если У нас В городе Ну Они Будут Принимать Это Как Все Нормальные Люди Примут Что Вот Такие Женщины Или Люди Живущие С остатусом Они Тоже Люди Я Это Сделаю Если Они Не Примут Нас За Людей Я Этого Не Сделаю Я Не Хочу Чтобы Потом Нас Отделили Да Вот Я Этого Тоже Не Хочу То Как Часто Мы Открываем Лица Люди Живущие Свеч Именно От Этого Зависит Как Нас Будет Принимать Общество И Вот Тут Очень Важно То Что У Людей Живущих Свеч Которые Открывают Лица По Казахстану Их Единицы Это Неправильно И Очень Жаль Что Прячется От Своего Вич Статуса Именно Люди Благополучные То Есть Они Боятся Как-то Ухудшить Ситуацию В том Круге В котором Они Находятся И Вот Пока Это Остается Так Пока Людей С Открытым Статусом Мало Остальные Люди Так И Будут Нас Бояться Социализации Могут Помочь Специалисты И Также Наравны Их Должен Быть Равный Консультант Который Может Проконсультировать Человека Когда Вот Получает Человек Вич Инфекцию Когда Он Узнает Или Она Узнает О своем Вич Статусе Она Попадает В депрессии Стресс Пока Не Видит Перед Своими Глазами Такого Человека Как Он Сам Он Не Верит Не Верит Хоть Он Перед Ней Супер Специалист То Он Не Верит Врачам И Другим Специалистам Женщина Когда Обращается К Нам В Сеть В Какой Бы Небыло Филиал И Ее Прежде Всего Встречает Такая Женщина С Таким Ж Диагнозом И Начинает Рассказывать Свою Личную Историю Допустим На Я начинаю говорить о том Что я сама уже живу С ВИЧ 18 лет Что я Такая успешная Счастливая Мама Жена И Меняется Отношение У этих Женщин Они начинают Ходить К нам Они начинают Доверять Нам Начинается Уже Процесс Работы С самой Женщиной Женщина У нее Открываются Глаза То есть Она Понимает Что Не все Так Плохо Как Она Себе В своей Голове Придумала Можно Жить И Это Заболевание Это Никакой Не приговор Это Не Изоляция Можно Жить Обычной Качественной Жизнью Вполне Несмотря На То Что У тебя Есть ВИЧ Инфекция Был Поиск Каких-то Решений Пути Куда Дальше Идти Бросила Наркотики Опять Этот ВИЧ Статус То есть Когда В наркотиках Я забывала У меня Все Уходило От жизни Наркотиков Нет Опять Перед глазами ВИЧ Статус И Я Пришла На группу Взаимопомощи Думаю Вот здесь Меня поймут Я здесь Наплачусь Меня поддержат Жилетку Поплачу А пришла На группу Взаимопомощи Там такие Веселые Девчонки Ходят Так рассказывают О себе Что ВИЧ Статус Столько-то лет Там уже Пьют терапию Не один год Что рожают Детей Что здоровые Детки И семья И как-то Личная жизнь Устроилась У всех И в работе То есть Какие-то Есть достижения Успехи Есть чем Гордиться Что можно Самореализовываться И даже Если у тебя Есть ВИЧ Инфекция Какое-то У меня Прямо Изменение Такого Сознания Прямо Ключевой Момент Потому что У меня Что-то Щелкнуло В голове И как-то Я захотела Жить Я поняла Что я могу Жить Что у меня В принципе Ничего не Подспокоит И так же Могу Рожать Детей Строить Личную Жизнь Когда Когда ты Приходишь На группу Взаимопомощи Раз в неделю И ты Вслух Произносишь Здравствуйте Меня зовут Люба Я ВИЧ Положительна Уже На тот момент Допустим Шесть лет И чем больше Я произносила Это вслух Чем больше Я говорила Об этом С людьми Я Тем больше Я принимала Это Я всегда Когда ко мне Приходят После раскрытия Статуса Женщины Говорю Что в принципе Жизнь продолжается И на своем Личном опыте Я им показываю Что в принципе Вот я Уже более Семи лет Живу с ВИЧ Слава Богу Да Работаю Веду активный Образ жизни Воспитываю Ребенка С открытым Статусом Живу И Нет Ни в какой Сфере Ни в школе Ни в работе Нигде Не вижу Дискриминации Потому что Я Преподношу себя Позитивным Человеком И меня Принимают Просто как Человека Если люди Научатся Принимать Вообще Людей Там Не через Призму Каких-то Стереотипов Тогда нам Будет Не страшно И тогда Мы можем Говорить о том Что Мы можем Как-то Остановить Эту эпидемию Светлое Прекрасное Хорошее Ветром Унесло Как жаль Утекло с водой И дело прошлое Сердце Поселив Печаль Отгорело солнце Листья Высохли Полетели вниз Кружась Кружась Каплями дождя Такими чистыми Лето плачет Как в последний раз Жаркая Жаркая Короткая Желанная Ты еще придешь Я буду ждать До свидания Поскорей вернись Опять Сырая Дождливая И длинная Время За окном Ползет Слезы Лить не буду Холодами Зимними Все проходит И зима Пройдет Буду Согревать Ладонями И хранить Надежду У огня Даже если Страшно Или холодна Все равно Придет Еще Весна Ливнями И дождями И снегами Талыми Вынесет К новым Берегам Все Что отгорело И растаяло Отдам Яркое Яркое, блестящее, хорошее Утром заглянув в окно Улыбнулось И исчезло Прошлое Все приходит И пришло Оно Счастье Долгожданное Желанное Я Я Тебя Не буду Отпускать Я Другая Прежнею Не стану Я Опять Счастье 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 Субтитры создавал DimaTorzok